привет друзья приехала сегодня замечательный весенний лес вот очень часто у меня опять спрашивают а что же вы вот никогда не рассказывайте вот что они такие вот уже пожилые бог практически старики и все что то они вот заморочены на себе а что же вот как дети внуки воспитывать внуков вот жизнь отдать на это детей воспитывать вы знаете здесь такого нет понимаете друзья тоже еще раз вам по повторяю и говорю в который раз до абсолютно другой менталитет здесь дети уходят от родителей 18 лет и считается в общем дурным тоном если ребенок уже взрослый то есть парень или девушка не это не ребенок но я имею ввиду что сын или дочь если достигли совершеннолетия и остались жить вместе со своими родителями это считается дурной тон крайне мало а практически вот я здесь встретила всего две таких семьи большие семьи у них огромные были дома которые жили вместе вот два поколения то есть престарелые родители жили со своими детьми и ну то есть эти дети уже были тоже женаты или замужем и вот они жили вместе уже может быть воспитывали тоже внуков внуки там были но это было всего лишь два раза чтобы я такое видела и у них это считается вполне нормальным я говорю о том что вот уходят дети от родителей и живут отдельно это считается вполне нормальным и вот когда родители эти прожив жизнь остаются одни может быть тоже теряют своих партнеров и остаются в совсем в старом дремучем возрасте доживать одни то чаще всего вот уходят в дом престарелых это тоже считается нормой не это не считается чем-то таким зазорным или что как у нас вот никто не будет показывать пальцем там и говорить что вот вы знаете он сдал свою старую в старушку маму в дом престарелых и кстати может быть вы обращали внимание может быть вы если смотрите какие-то голливудские фильмы американские английские или какие-то европейские вы можете очень часто там увидеть если вы на это конечно заостряли внимание но может быть сейчас после того как я вам это рассказываю вы обратите на это внимание что какая-то пара если вот молодые они где-то веселятся гуляют все потом вдруг он или она говорит вот я заеду к своей маме не она спокойно покупает какие-то там пирожки и конфеты и заезжает к своей маме мама у нее на кресле каталки сидит уставившись в окно в каком-то доме престарелых она к ней пришла поцеловались поговорили и все вот так вот вы можете часто увидите это не только в кино это так и есть на самом деле ну вот как ни странно опять же вот детских домов здесь в англии нет по крайней мере не знаю может быть кто-то меня поправит поправьте если кто-то знает другое но я не встречала детских домов в англии здесь если вдруг вот погибают родители и у ребенка никого не остается чтобы его забрать обычно забирают либо у родителей есть братья сестры либо вот какие-то родители старшие забирают этих детей своих вдуков воспитывать дальше но если случается так что никого не остается никого нет то этих детей сразу государство берет под свой контроль они их поселяют там как какое-то специально временное содержание в какую-то даже семью сразу же определяют там это никакой не дом не детский дом и ничто просто в какую-то семью которых у них очень много вот таких волонтерских семей и потом к течение полугода этому ребенку одинокому оставшемуся без родителей находят семью новую определяют его в семью и все за этим следит государство чтобы у него все дальше было все замечательно нормально вот и никогда у них дети на улице брошенные бездомные или какие-то так же как животные такого нет так вот получается что детских то домов нет а вот детских домов для детей нет а вот детские дома для стариков то есть дома престарелых для меня это практически то же самое вот они к несчастью существуют и вот кстати меня тоже спрашивают что вот вы говорите что здесь все дома престарелых очень дорого надо платить чтобы там содержали с пожилого человека как же тогда вот те у кого нет денег то что с ними происходит ну вот объясню так что есть конечно бесплатные дома престарелых как на которых в общем-то работают волонтеры которые оплачиваются государством там конечно уровень обслуживания как вы понимаете совсем не такой как в платных но это даже вот такой бесплатный дом престарелых мне кажется намного лучше чем какой-то платный дом престарелых у нас это вот первое и второе то что у них очень много вот таких престарелых одиноких людей кстати очень много европа она сейчас вся старая практически наверное 60 или 70 процентов людей старше 50 лет у них вот так уже такая вот демография потому что ради родить не очень хотят рожать хотят жить для себя молодежь поэтому получается вот такой вот дикий перекос старушка европа а уж англия это уж точно старушка и поэтому вот очень много вот таких вот одиноких престарелых людей и тут работают по этому поводу на огромные корпорации компании и даже государственные компании которые вот организуют всякие такие вот вы знаете как сказать такие услуги что ли или но от бизнес такой что и они даже знают уже у них там все на все в компьютере как вы знаете все на учете то ли через gp доктора то ли еще пока как-то человек определяется сколько ему лет все это можно прекрасно определить какой у него статус и начинают присылать письма что вот допустим вы там старше 75 лет а что вы хотите подумать не хотите ли вы подумать о своем завещании а не хотите ли вы подумать о том как вы дальше будете когда вы станете совсем дряхлым и немощным как вы дальше будете свою жизнь проживать вот мы вам предлагаем вот такой вот комплекс услуг и там прям присылается есть даже сайты такие присылается такие вот услуги что человек подписывает договор что он завещает вот этой компании после своей смерти полностью все свое движимое и недвижимое имущество в обмен на то что его будут до конца его дней досматривать в хороших условиях он будет жить и все будет замечательно и он может уйти вот в любой дом престарелых который он выберет себе значит в то время когда он захочет если он хочет вот если он еще считает нужным и он как бы физически может жить один в своем доме там или в квартире то он будет жить до той поры даже если он заключил договор пока он сам не не значит не позвонит и не скажет что я готов уйти в дом престарелых что мне уже трудно и что за мной нужен уход вот тогда его определяют либо человек при попросит чтобы к нему приходил кто-то какой-то вот такой вот социальный работник помогать убирать тоже такое есть вот в обмен на квартиры это здесь очень распространено просто сплошь и рядом ну а если мы вернемся к началу нашей истории об отцах и детях как происходит это здесь что в общем у них как-то считается в порядке вещей что никто никому ничего не должен что каждый занимается своей жизнью потому что жизнь одна и вот никаких внуков внуках что их там кто-то будет за ними следить ухаживать из престарелых родителей как у нас бабушки дедушки на них вешают внуков и считают что это в порядке вещей да и бабушки дедушки наверное тоже рады этому потому что больше заняться не чем здесь абсолютно другая жизнь если английские пожилые женщины хотят увидеть внуков они прекрасно едут они живут там месяц неделю они общаются с внуками и потом прекрасно возвращаются к себе домой и вот и это считается в порядке вещей еще вы знаете если говорить вот именно вот таких каких-то семейных таких тесных отношениях кровных то у них это все очень серьезно поддерживается у них всегда помнят всех вплоть до пятого колена вот своих там я не знаю дядя дедок бабок дяди тети племянники племянницы они обязательно со всеми поддерживают отношения обязательно всех приглашают допустим на то же самое рождество и у них вот так получается что вот эти торжественные праздники всегда встречают семейном кругу как у них тут обычно говорят найти индейка обязательно вот этот рождественский обед или ужин это всегда в тесном семейном кругу но это абсолютно не обозначает что они вот так вот все время все и живут нет это приезжают только именно на праздник на какие-то юбилеи на какие-то серьезные праздники мероприятия вот тогда съезжают со всей семьей все вместе обсуждают видятся может быть раз в пять лет все довольны все счастливы и все друг друга уважают никогда ничего никаких раздоров у них нет вот так вот в семьях между родителями и детьми все в общем происходит по взаимному согласию но так как здесь у них как я уже сказала самое главное это свобода личности твои личные какие-то личное твое пространство твое личное время каждого человека она очень уважается всеми и никогда никто не посягнет на личное время и на свободу другого человека если этот человек не хочет сам себе ограничить эту личную свободу вот это вот как бы незыблемый незыблемый такой закон никогда никто не обвинит мне детей не родителей что они живут раздельно и что они помогают друг другу допустим да здесь на все это смотрят абсолютно по-другому я надеюсь что я не запутала вас немножко вам рассказала вот это о таких отношениях отцов и детей об отношениях в семьях и поэтому вот когда я рассказываю как стараются мужчины и женщины пожилых лет как они ищут себе друга напарника как они ищут себе мужа жену и вот как это все происходит у них это постоянно такое вот я же говорю даже восемьдесят лет не забывают они об этом о своей личной жизни может быть стоит даже вы знаете и мы поаплодировать в этом плане и надеюсь что вы поняли вот то что я рассказала вам сейчас и как происходит вот это вот у них потому что жизнь другая ну а на этом наверное все друзья если есть вопросы задавайте сможете с по этому поводу свои размышления какие-то добавить хорошо ли плохо ли это как вы считаете и что-то стоит нам тут перенять вот так вот в такой жизни или нет а на этом я с вами прощаюсь всего вам доброго берегите себя удачи пока пока